Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Ваше общественное телевидение. В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. Как сложилось уже по давней традиции, в начале программы я несколько слов всегда уделяю о прошедших славных датах воинских и прочих армейских праздников. И когда перед этой программой я посмотрел, что у нас было на этой неделе, какие праздники отмечали наши военные, я с интересом отметил, что самый, наверное, рейтинговый вид вооруженных сил Российской Федерации по количеству праздников в году – это военно-морской флот. У нас каждый флот отмечает свои праздники. Мы отмечаем день флота и во время 23 февраля, Дня Защитника Отечества, и летом отмечаем день военно-морского флота. А вчера был праздник в день воинов-надводников, то есть моряков-надводников. Кроме того, вчера еще, как оказывается, день рождения вообще российского флота был, календарный именно. Поэтому позвольте поздравить всех моряков еще с одним важным событием в их жизни и пожелать вам, дорогие военные моряки, 7 футов под килем. Ну и вчера еще отмечали праздник военные связисты. Желаем также, чтобы связь была у нас всегда надежной и без помех. И хороших вам передач данных по вашим каналам связи. Ну, а сегодня у нас в гостях человек, который не имеет отношения ни к военным связистам, ни к военно-морскому флоту. Ну, так уж получилось. Зовут его Константин Лисичкин. Автор стихов, песен, мастер спорта по спортивным бальным танцам. И я с удовольствием его вам представляю. Костя, добрый день. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Алексей. Благодарю за приглашение. Ну вот, сразу и тебе вопрос, как говорится, в лоб. Почему ты не военный моряк? У нас тут сложные военно-морские праздники в году. Ну, это так, в шутку, конечно. А так, если всерьез, то вот несколько слов о твоем отношении к военной службе. Служил, не служил, как попал, где служил и так далее. Алексей, вопрос ваш, понимаю. Я служил, правда, уже достаточно давно, 20 лет назад. С 1988 по 1990 год. В Ленинградской области, под Гатчиной. Так сложилось, что с 8 лет я начал заниматься искусством танца. И к 18 годам я уже был достаточно известным танцовщиком. Я очень успешно выступал на конкурсах по спортивным бальным танцам. Имел статус танцора международного класса. И так получилось, что командир части, в которую я впоследствии попал, ему нужны были танцовщики для художественной самодеятельности. В самой части был народный коллектив очень неплохой. И, ну, если это можно сказать по блату, то меня вот таким образом сосватали. Крупно повезло. Да, уже просто приехал, так сказать, майор из этой воинской части на пункт распределитель. И все, на меня показали указательным пальцем. Этого парня мы забираем. Себя. Вот так началась моя служба. Войска ПВО. Войска ПВО, да. Ну, ты хоть автомат-то в руках подержал или только танцами занимался? Сколько, полтора или два года? Тогда, конечно, мы служили два года. Тогда была другая страна еще, СССР. Хотя я попал как раз вот именно в тот момент, да? Вы прекрасно понимаете вот эти даты. 88-90 год. Самый разгар перестройки. Да, да, да. Машедшего кризиса устроили. Да, да, да. Я, конечно, безусловно, первые полгода и ходил в караул, и в наряды, и все, что необходимо, все это было. Но в дальнейшем, конечно, уже я занимался с детьми офицеров в клубе. Я представлял часть на, так сказать, концертах художественных, так сказать, самодеятельности. То есть, ну, в общем, мне повезло в этом отношении. То есть, я мог и служить, но при этом не прерывать свой вот творческий стаж. Зуматься любимым делом. Да, я благодарю Бога за то, что так получилось. Потому что, на самом деле, бывает, конечно, и талантливые ребята попадают в часть. И за два года тогда, конечно, они могли очень многое потерять. В смысле, вот, своих навыков приобретенных. Мне повезло. Понятно. Ну, а может быть, вот так взять, и кто талантливый, и, может быть, взять, вообще не призывать в армию. Тем более, сейчас вот мы еще коснемся, как говорится, реформы. Не очень-то таланты там и нужны. Сейчас и самодеятельность как-то в загоне, и все. Вот, или все-таки послужить надо мужчине. Вы знаете, Алексей, я думаю, что, безусловно, нужно послужить. Сейчас, насколько я знаю, сократили срок службы до года. Хотя, с другой стороны, вопрос такой противоречивый. Можно ли за год обучиться военному ремеслу? Потому что первые полгода они уходят на, так сказать, образование, рядового, на обучение его. И потом опять приходит через полгода уже молодое поколение. И трудно сказать. Два года, пожалуй, можно было бы оставить и два года. Я не эксперт, мне трудно судить, потому что сейчас столько всего происходит в армии, с армией связанного. Поэтому, ну, мне кажется, что ребята молодые, которые вот 18-20 лет, призываются. Ну, хорошо бы, конечно, вот куда-нибудь в ансамбль песни и пляски, если там прекрасный музыкант, прекрасный танцовщик. Чтобы они как-то могли бы и служить. Тем более, что сейчас, насколько я знаю, есть и альтернативная служба. То есть можно не обязательно служить в части, да, можно и при больнице какой-то находиться. Ну, есть такое, да, начинает развиваться эта система. Ну, вот палка о двух концах. Хотя, когда я пошел в армию, у меня даже не было мысли о том, чтобы, как говорят, да, закосить. Это был долг гражданина, и я пошел, не задумываясь, потому что я понимал, что это необходимо. Это надо сделать. Поэтому я отношусь очень-очень благожелательно. Ну, вот, Константин, именно твое мнение, как, будем говорить, такого, рядового, и по званию ты рядовой, да, был? Да, я был рядовой. Уволился рядовым. И рядового гражданина нашей страны, который уже давно отслужил, уже, как говорится, отношения к военной службе никакого не имеет. Очень интересное именно мнение, что, действительно, тут для тебя были военные люди, офицеры с большими звездами, и все в один голос утверждают, что один год это очень-очень мало для того, чтобы подготовить настоящего защитника Родины. Ну, вот, собственно говоря, наверное, это является какой-то сутью нашей военной реформы в стране, и, возможно, где-то что-то делается неправильно. У тебя есть какая-нибудь мысль по поводу нашей военной реформы нынешнего? Ты как не специалист, не эксперт, а именно как человек со стороны наблюдающий о том, что сейчас творится. Пожалуй, как простого обывателя, вот простого гражданина, не имеющего профессионального отношения к вооруженным силам. Вы знаете, сейчас бытует вот разные мнения по поводу реформы. Кто-то считает, что реформа еще и не начиналась в армии. Кто-то считает, что она, попытки реформы как бы начались. Когда я учился в ВУЗе, у меня остались какие-то знания в голове до сих пор, что относили к военным реформам времена правления Петра I, Александра II, после Гражданской войны, где-то там год 22-24. То есть вот там говорили о том, что реформы были в вооруженных силах. Сейчас трудно сказать, трудно сказать, потому что проблема на самом деле есть в вооруженных силах. Есть, и они очевидны. И я как нормальный человек, как гражданин своей страны, конечно же, я молю Господа и очень хочу, чтобы наши вооруженные силы были сильными, стабильными, современными. Ну, насколько опять-таки я знаю, если учитывать еще ядерное вооружение, то мы все-таки после американцев стоим на втором месте. Ну, так сказать, в мире занимаем вторую позицию, да. Не знаю, трудно сказать. Мне кажется, что... Ну, тем не менее, да, мнение своего рода. Да, из средств массовой информации я знаю о том, что уже многое делается для вооруженных сил. Дают жилье военнослужащим, да. Денежное довольствие стали, так сказать, поднимать. И это большой плюс. Вот, потому что, ну, что-то должно делаться. И то, что со стороны государства сейчас уже внимание стали уделять этим проблемам, это радует. Безусловно. Константин, ну, вот у нас есть звонок от наших телезрителей в студии. Давайте мы послушаем, что хотят спросить нас. Здравствуйте, Александр Меонаводов. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Посмотрите, что у нас с реформой получается. Очень такая интересная ситуация. Вот люди, которым принадлежат стратегические запасы, да, нашей страны. Мы знаем, что это несколько человек в плане. Очень многие люди в нашем правительстве, они имеют дома и живут за границей. То есть, как раньше говорили, на территории вероятного противника. Ну, я в армии служил, я туда, в смысле, солдат. А вот, и вот, смотрите, заинтересованы ли эти люди в том, чтобы наша армия была сильной? Ведь получается так, что, не дай бог, какая-то заворужка, наши ракеты будут, ну, и вообще войска будут направлены, чтобы просто разбомбить их дома, их семьи и так далее. Эта ситуация, конечно, просто дурацкая, но, по-моему, ни в одной стране мира такого нет. И, сходя из этого, я не думаю, ну, что, они вообще-то бездействованы, чтобы армия наша была сильной. С чего мы это? Спасибо. Спасибо. Тут, скорее всего, не вопрос от Александра прозвучал, а некое выражение субъективного мнения, которое, конечно же, в какой-то мере основывается на каких-то объективных обстоятельствах. Да, в чем-то он прав, ну, а в чем-то, наверное, и не прав. У тебя есть какой-нибудь комментарий к этому вопросу? Я думаю, что каждый человек, высказывая свое мнение субъективное, он отчасти прав и имеет право на это высказывание. Поэтому я думаю, что, наверное, в этом есть тоже, так сказать, доля правды. Но вот что касается реформ, то мне кажется, что стали придавать достаточно большое внимание вот именно нашим вооруженным силам, нашей армии и нашей подготовке, как мне кажется. Вот когда был вооруженный конфликт с Южной Осетией, да, это был 2008 год, вот конфликт с Грузией. И вот тогда, вот эти пять августовских дней, они заставили задуматься. То есть уже какие-то действия начались. Я думаю, что, ну, все русские, все мы заинтересованы в том, чтобы наша армия была сильной, стабильной. Ну, видишь, любой русский, он не может желать другого, вот просто по определению. Да, наш телезритель утверждает, что, видимо, не все в этом заинтересованы. Вот, к сожалению, отчасти он, наверное, прав. Но, с другой стороны, для того, чтобы мы друг друга ракетами-то не пуляли, наверное, все-таки нужно иметь действительно армию хотя бы на уровне том же, который имеет и тот же блок НАТО, ну, и, будем говорить, такие наши вероятные противники. Хоть сейчас и в открытую не говорится, что у нас есть какие-то вероятные противники. Мы сейчас стараемся экономическими методами каким-то образом соединяться, воссоединяться, делать общее дело, создавать предприятия, бизнес вести и так далее. То есть, ну, воевать сейчас вроде бы как и никому и не хочется. Ну, вот надо, мне кажется, точно понимать, вот когда речь идет, заходит о реформах как таковых, мне кажется, нужно понимать, а с кем воевать мы вот эти военные действия, с кем продолжать мы будем с НАТО, с этим блоком, с которым у нас такие давнишние отношения, и непростые до сих пор. Непростые, конечно. На сегодняшний день я, ну, тем, кем я сейчас стал, это, конечно, уже тоже идет очень давно. Я с детства, с юности пишу стихи, последние 15 лет я очень активно стал сочинять песни и выступал в роли артиста, исполнителя, автора песен. Но в последнее время я сейчас выступаю в качестве автора своих песен, то есть я активно предлагаю свои песни известным исполнителям. И молю Бога за то, чтобы, как автор стихов и музыки, я очень хочу, чтобы мои песни не писались в стол, а чтобы они имели продолжение, имели свою жизнь, чтобы их слушали, кому-то приносили песни радость, кто-то мог задуматься о чем-то. Я всегда стараюсь, чтобы какой-то все-таки смысл был заложен, потому что то, что сейчас я слышу и вижу на нашей отечественной эстраде, честно скажу, меня не очень радует, даже в большей степени огорчает. Но я оптимист, и я всегда надеюсь, что вот, что будет лучше, потому что сейчас даже говорят, что в песне вот слова, а не стихи. И я очень часто мысленно возвращаюсь к СССР, и я вспоминаю вот те песни, там была музыка, шедевральная музыка, там были стихи настоящие, настоящих поэтов. А сейчас слова, а сейчас ля-ля-ля, и как-то вот все очень так просто. Давай, Костя, в продолжение, так сказать, твоей темы, что песни не писались в стол, а были доступны людям, мы сейчас предложим нашим телезрителям послушать одну из твоих песен и посмотреть небольшую такую видеозарисовку. Давайте посмотрим. Костя 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 Как же больно любить и не знать С кем ты делишь безумную жизнь И приходится сердцу страдать Тяжело безответно любить Тоскую, мой ангел, тоскую По взгляду в пленительный глаз Ревную, мой ангел, ревную К тому, кто с тобою сейчас Я знаю, мой ангел, я знаю Любви без страдания не быть Сгораю, мой ангел, сгораю Нет сил безответно любить Сгораю, мой ангел, сгораю Нет сил безответно любить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин У нас в гостях Константин Лисичкин Вы смотрите телепрограмму «Честь имею» Ну что ж, Костя, вот время так быстро Неумолимо бежит Мы посмотрели и на звонок ответить Спели «Давай», вот еще коротко У нас стало буквально несколько секунд Твои планы на будущее И пожелания телезрителям, чтобы мы еще им показали Еще одну твою песню На самом деле просто я молю Бога только о том Чтобы вот то, чем я занимаюсь Чтобы это вот могли видеть и слышать люди Стихи, песни Просто обидно, если пишешь И все это делаешь просто так для себя Поэтому я стараюсь, чтобы это было публично Понятно, что творчество не может нравиться всем Но хотя бы тем людям, которые вот Отметят и которым все-таки понравится И захочется услышать Здоровья, счастья хочется пожелать Потому что будет здоровье Будет настроение Будет настроение, будет желание Вот, поэтому все просто Спасибо, Костя, за то, что пришел к нам на программу Мы прощаемся с нашими телезрителями На прощание дарим еще одну песню У нас был в гостях Константин Лисичкин И я, ведущий Алексей Край С вами прощаемся, честь имею Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok 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 Забудь 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 Забудь